МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите «Сейчас в мире» на канале РТВ и в студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Бессменный лидер Венесуэлы Уга Чавес скончался на 59-м году жизни. Команданты в течение 14 лет, правивший южноамериканской страной, в последние годы боролся с раком. Он прошел на Кубе не менее четырех курсов химиотерапии. Уже более 80 дней лидер боливарианской революции не появлялся на публике. Общество разделилось на два лагеря – тех, кто думал, что он уже мертв или в скором времени умрет, и тех, кто до последнего надеялся на выздоровление команданта. О реакциях на кончину Чавеса в Венесуэле и за ее пределами Нина Шамуге. Осиротевшие венесуэльцы погрузились в семидневный траур. 8 марта бессменный лидер боливарианской республики Уго Чавес будет предан земле. «Ты не умер. Ты жив в моей душе, в моем сердце, брат. Надеюсь, эта утрата объединит твой народ». Чувство скорби разделяют не все венесуэльцы. Соотечественников, проживающих в Соединенных Штатах, смерть команданта только вдохновляет. «Мы надеемся, что со смертью Чавеса Венесуэла сменит свой курс и вернется на демократические рельсы». Однако расстаться с социализмом в Венесуэле будет непросто, уверяют наблюдатели. Впрочем, в Каракасе об этом даже не думают. «Мы будем скучать по Чавесу до конца жизни, но мы продолжим его дело с новой силой. Пусть наши люди знают, что демократическое, революционное, антиимпериалистическое и социалистическое наследие нашего команданта будет сохранено, и его дело будет продолжено». Официальный преемник Чавеса, названный таковым еще при жизни команданта, уже взялся воплощать слова в реальность. На верность Николасу Мадуро присягнули военные страны. Де-факто президент последних трех месяцев может стать де-юре уже через месяц. Выборы должны пройти в 30-дневный срок. Конкуренцию идеям социализма, по мнению экспертов, составит лидер венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес. Он в числе первых откликнулся на весть о кончине команданта. «С президентом Уго Чавесом мы были соперниками, но не врагами. Я заявляю об этом со всем уважением и ответственностью». Не все разделяли позиции президента Венесуэлы, но все признавали его харизматичность. Поэтому равнодушным к известию о смерти Чавеса мало кто остался. Бразильское правительство не всегда соглашалось с политикой Уго Чавеса. Но сегодня мы признаем, что он был великим лидером. В дружественном с Венесуэлой Эквадоре подругу Чавесу объявили трёхдневный траур. В Киту даже заявили, пример венесуэльского президента будет продолжать вдохновлять революции на всём латиноамериканском континенте. «Уго остаётся живым. Он будет освещать и указывать путь. Он будет вдохновлять необратимые революции во имя суверенитета, достоинства, настоящей свободы, справедливости, радости, счастья. Команданты умер во имя более справедливого мира, более человечного, и поэтому его нельзя считать мёртвым». И всё же пылкую речь у боливийского президента не превзойти, иронизируют обозреватели. «Империалисты, конечно, празднуют. Конечно, они счастливы. Люди, которые борются за свободу, достоинство, равенство, страдают больше всего». Обвинения в адрес капиталистических стран были слышны и на родине Чавеса. Вице-президент Венесуэлы заявил, болезнь команданта стала результатом заговора против него. Искать доказательства будет специальная научная комиссия, пообещал Мадуро. Совбез ООН обсуждает новые санкции в отношении КНДР. Совместный проект резолюции на закрытом заседании Совета безопасности представили США и Китай. Документ предусматривает введение новых санкций в отношении Пхеньяна. Они впервые затронут финансовую систему КНДР. Документ может быть принят уже на этой неделе, в четверг. Так Совбез отреагировал на отказ Пхеньяна прекратить ядерные разработки. 12 февраля, несмотря на действия двух резолюций ООН, КНДР провела очередное испытание оружия массового уничтожения. А накануне Северная Корея пригрозила прервать перемирие с Югом, если в отношении страны будет одобрен новый пакет санкций. Сеул тем временем предупреждает Север, что в случае агрессии Южная Корея нанесет ответный удар. Мы хотим ясно дать понять, что в случае, если Северная Корея пойдет на провокацию и будет угрожать безопасности наших людей, мы в полной мере готовы дать самый весомый ответ агрессору и тем, кто его поддерживает. Дело заключенного Икс власти Австралии впервые официально признали. Обладатель двойного гражданства Бен Зайгер, скончавшийся в 2010 году в тюрьме недалеко от Тель-Авива, работал на израильское правительство. Глава МИД Боб Карр при этом отказался комментировать слухи о том, что мужчина сотрудничал с Моссадом. Ранее сообщалось, что уроженец Австралии, переехавший жить в Израиль, несколько раз возвращался на родину. По данным СМИ, он менял имена, получая на них новые паспорта. Впрочем, в Канбере эту информацию подтвердить не могут. У нас есть свои источники, и ни один из них на данный момент не подтверждает, что он злоупотреблял австралийским паспортом. Но мы отнесемся к этой информации со всей серьезностью. Конечно, если австралийские паспорта были использованы не по назначению, мы отреагируем на это должным образом. Бен Загер в 2010 году был помещен в тюрьму недалеко от Тель-Авива, где содержался в обстановке полной секретности. В декабре того же года он покончил с собой. Позже появились слухи о том, что заключенный Икс имел также австралийское гражданство и работал на Моссад. По некоторым предположениям, Загер был арестован после того, как начал сотрудничество с разведками других стран. А сейчас коротко о других международных новостях. Политический кризис в Молдове. Правительство отправлено в отставку. У парламента и президента есть две недели, чтобы определиться с новым кабинетом министров. В Кении не смогли подсчитать голоса на президентских и парламентских выборах с помощью электронной системы. Председателям избирательных комиссий поручено доставить копии бюллетеней в ЦИК. Считать их будут вручную. Полчища саранчи атакует юг Израиля. Регион оказался на пути многомиллионной стаи этого прожорливого насекомого. Фермерам уже нанесен значительный ущерб. Со стороны Египта движется еще один более крупный рой саранчи. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий и встретимся менее чем через два часа. Не переключайте.